Строительство первого в Казахстане подземного туннеля идет полным ходом. Около 200 рабочих и 40 единиц спецтехники ежедневно работают в две смены. Уже прорубили порядка 75% туннеля. Несмотря на усиленный темп, закончить строительные работы в срок подрядчики не успевают. По графику туннель должны были сдать еще в сентябре. Теперь планируют закончить к середине следующего года. Разрешение на экспортизу нам как бы позже того, чем мы подавали. И второй момент то, что мы попали на очень легкую породу, которая была постоянно обвалась и с этим очень медленно шли вперед. То есть мы это все укрепляли и потом только уже взрывали. Туннель протяженностью около километра обошелся бюджету в 2 миллиарда 800 миллионов тенге, а по плану он соединить Шимкент и Тарас. Не закончат срок и строительство самой магистрали. На 593 километре дороги Западная Европа, Западный Китай строительные работы все еще ведутся. Несмотря на то, что по плану подрядной организации должны были сдать объект еще в сентябре этого года. Полностью законченным можно считать лишь участок дороги в Жамбылской области, а вот в Южном Казахстане работы пока идут полным ходом. Большая часть дороги протяженностью 40,5 километров уже закончена. Осталось завершить порядка пяти километров трассы. Работы продлили еще на три месяца. участки зимой происходят большое замерзание именно на дороге. Поэтому было вынесет правительное решение изменить цементобетон на асфальтобетон. Ремонтные работы на дороге Западной Европы, Западной Китай начались еще в 2013 году. Строительством занимаются сразу две крупные компании – турецкая и китайская. Из выделенных 14 миллиардов тенге 10 уже освоено. Средства пошли на укладку дорожного полотна, возведение двух мостов, трех путепроводов для транспортной развязки разных уровней и пяти скотопрогонов. Ксения Полениц, Альдар Жунусканов, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании «Утрар».